26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в Советском Союзе техногенная катастрофа. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн радиоактивных веществ. Буквально за три дня было расселено 96 белорусских деревень. Люди уезжали. А другие со всей страны напротив приезжали в зону отчуждения. Ликвидировать последствия аварии отправились и 800 сочинцев. В живых осталось меньше половины. И последствия той аварии они ощущают до сих пор. Все, что им нужно, это качественная медицинская помощь. Время уже такое пришло, когда нужно индивидуально каждого чернобыльца знать, чем ему помогать. Конкретно. И я еще раз говорю, если это здравоохранение, значит, вплоть до краевых больниц, мы можем это делать. И говорить о том, что мы там не повлияем, повлияем. Повлияем и то, что нам нужно, мы решим. Если это нужно для человека, то это расспомним. Значит, живым надо создать благоприятные условия для жизни и здоровья. А тех, которых с нами нет, ну, по крайней мере, не забывать об этом, о памятнике. Все эти годы в вопросах медицины ликвидаторов сочинцев консультирует терапевт Галина Броун. Как только горожане стали возвращаться из Чернобыля, Галина Алексеевна стала их главным врачом. Сегодня глава города Анатолий Пахомов вручил доктору знак почета за трудовые успехи на благо города Сочи. Каждый год их все меньше, меньше. Как говорят обыватели, Чернобыль был давно, чего ты с ними носишься. Дело в том, что радиация же живет в организме. И вот сейчас все больше, больше половины умирающих умирает от рака. Это все не очень просто. Глядя на меня, скажут, что столько не живут, не то, что не работают. Я работаю. Мне 72 года. Так что, сколько смогу, буду. Потому что я уже без этого не могу. Сразу после вручения грамоты, благодарности за общественную работу, герои чернобыльцы отправились на митинг. Каждую годовщину аварии они собираются у памятника «Рыжий лист». Он посвящен подвигу сочинских ликвидаторов. Мемориальную композицию открыли в Комсомольском сквере 15 лет назад. Сегодня здесь не только почтили память погибших, но и чествовали живых. Вот благодаря городу мы имеем дополнительные путевки. Благодаря городу мы получили квартиры в Лазаревском. Там 15 квартир дал Анатолий Николаевич Пахомов чернобыльцам. Мы идем в школы. Мы там даем уроки мужества. Мы говорим о патриотизме. Мы говорим о любви к родине. Мы говорим о том подвиге чернобыльцев. Мы за каких-то несколько месяцев построили такой саркофаг. 4 метра ширина стены саркофага была. И все это сделали до 1 декабря. То есть вся ситуация в том, что мощное государство. Вот оно смогло справиться. Справились, но ценой стали тысячи жизней. В прошлом году в Сочи умерло 6 чернобыльцев. Сегодня 16 человек лежачие больные. Уходят из жизни и другие защитники Отечества. Ветераны Великой Отечественной. Чернобыльцы готовы перенять у них эстафету по патриотическому воспитанию и продолжать работу с полнодежью. Это они считают своим долгом. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов. Телекомпания ФКТ.